В эфире обзор происшествий недели. В одном из торговых центров 24-летний ангарчанин украл мобильный телефон у продавца. Женщина запомнила злоумышленника и его по горячим следам задержала полиция. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления. Сейчас им образит лишение свободы на срок до 4-х лет. Всем владельцам таких торговых точек хотелось бы порекомендовать на входе устанавливать систему видеонаблюдения, которая позволяет не просто обеспечить какой-то процесс безопасности формально. Безусловно, должна быть вывеска, что ведется видеонаблюдение. Она носит предостерегающий профилактический характер. Но и позволяет впоследствии при поступлении к нам уже информации в случае совершения преступления более качественно провести поисковое мероприятие и вернуть похищенное. За 5 месяцев этого года в Ангарске совершено более 100 грабежей. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На московском тракте автомобиль Рено допустил наезд на пожилого пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший доставлен в больницу. Жертвами ДТП стали и два велосипедиста. От столкновений с Нивой один из них влетел на капот машины и пробил лобовое стекло. В результате несовершеннолетний доставлен БСМП. У него зафиксированы переломы, множественные ушибленные раны. В этот же день, буквально через 2 часа, в районе улицы Горького был зафиксирован еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. Но там несовершеннолетний получил незначительные травмы. Автомобиль Toyota Camry на улице Горького чуть не сбил пешехода. Водитель не заметил человека, выходящего из-за автобуса. Чтобы предотвратить наезд, он направил машину на газон и снес 30 метров металлического ограждения. Легкоушке потребуется серьезный ремонт, а пассажирке – долгое лечение. Еще две аварии произошли возле автокооператива «Сирена» и на перекрестке улиц Ленина и Маркса, где столкнулось сразу три автомобиля. 6 июня в городе произошло два пожара. Один в микрорайоне Северный, где на улице Тургенева полыхал частный дом. Второй – в садоводстве Рябинка. Там сгорела баня. Материальный ущерб тоже так же устанавливается. Никто не пострадал, травмированных погибших нет. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. А в садоводстве Рябинка сгорела баня. Там неправильная эксплуатация печного отопления печи. Также пострадавших погибших нет. В микрорайоне Северный при тушении возникли трудности. Для забора воды пожарным пришлось сделать 9 рейсов до ближайшего гидранта. Только так удалось спасти от огня другие дома и постройки. По словам соседей, сгоревший дом был совсем новый. Хозяева возвели его недавно. Будьте внимательны и осторожны все выпуски программы «Место происшествия Ангарск» на сайте телеканала «Актиз» в эфире каждый понедельник после новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова